Сегодня случился день едности и открытие заседания Верховной Рады патриотическим пением гимна. На переднем плане нардеп от слуги народа депутат Клочко в вышиванке прижимает к сердце руку и произносит громче всех слова гимна. При этом этот лицемер не может объяснить почему сразу после начала его депутатства и после того как он голым и босым вошел в комитеты рады его земля в лице мамы и сестры начали массово скупать элитные киевские квартиры дома и землю на десятки миллионов гривен. Друзья мои это просто классический пример того вот на примере вот этого депутата Клочко что такое лжепатриотизм показной патриотизм напялил вышиваночку руку к сердцу прижал гимн спел а при этом сам ворует просто миллиарды гривен с непонятных схем и не может объяснить откуда у него взялись эти самые квартиры вот такие люди нас учат патриотизму и вот такие люди называются народными депутатами Украины. Ну а теперь немножко времени эфирного времени для Димы Гордона. Димочка расскажи пожалуйста уехала твоя семья или нет подтверди или опровергни нам очень интересно это узнать. Я являюсь личным врагом Путина и кремлевской банды. Дима ты враг Путина а мне у меня такой вопрос а Путин знает что ты его враг насколько я знаю тех кого Владимир Путин называет личными врагами они дегустируют новичок и второй тебе Дима вопрос а был ли ты врагом Путина когда брал интервью у гиркина и Наталии поклонская я сразу хочу сказать что я отдаю должное вашему мужеству а вот это провал это крах я понимаю что удар может быть нанесен по моей семье если они окажутся в Киеве а людей за которых я отвечаю это моя семья вот моя семья должна быть в безопасности запомните друзья мои что самый мерзиный балабол когда его поймают за руку всегда будет выдумывать какие-то поводы для того вот я соврал потому что но вот видите я вот враг Путина и потому мне надо вывести семью но ты соврал Дима ты соврал всей стране что ты никогда не будешь вывозить свою семью и твоя семья будет наряду с другими семьями которые не имеют такой возможности в случае малейшего шухера покинуть эту страну и поверить то что Путин будет лично мстить и вырезать твою семью Дима может только идиот семью уже вывез я говорю я не собираюсь вывозить семью вот моя семья должна быть в безопасности ну хватит базара всем все ясно а теперь давайте перейдем к вору и мародеру Порошенко который почему-то 11 числа 11 февраля так и не оказался в тюрьме после апелляции давайте перечислим Порошенко до сих пор не сидит Трухин после дачи взятки должностному лицу не сидит Кузьминых не сидит бегает там отсюда там комичная история Венедиктова которая все дела срывает берет деньги от Порошенко до сих пор не уволена монастырский который покрывал Трухина и знал все прекрасно до сих пор находится на своем посту чудесно а теперь посмотрите вот какие последствия мы имеем после того как Порошенко не оказался партия вора и мародера европейская солидарность направила своим местным организациям весьма любопытное официальное письмо в нем простое требование блокировать местных советах любые инициативы от слуг народа по развитию усиленную территориальные обороны в ЕС пытаются заблокировать столь важные для государства шаги только для того чтобы поставить печать своего партийного бренда под словом террабарона то есть для пиара для собственного пиара это откровенно антигосударственная деятельность направленная на политический раскол деятельности. Слушайте друзья вот 11 числа такой персонаж как Порошенко должен был быть оказаться за решеткой но апелляция опять не прошла и под такое фуфло как личное обязательство Порошенко опять свободный человек хотя а все прекрасно знают что а Петр Алексеевич на него с 19 года заведено 15 уголовных дел и ни одно не доведено до ума хотя если взять то же самое дело по украборонпрому Петенька уже давно бы гнил на тюремных парашах гнил на тюремных парашхах